В эфире самое хозяйственное среди полезных и самое полезное среди хозяйственных рубрик программы «Галилео», которая называется «Эксперименты». Почему полезное и почему хозяйственное? Дело в том, друзья, что меня недавно в хозяйственном, не побудешь этого слова, магазине попытались, как бы это мягко сказать, наобмануть. Да, мне хотели продать моток стальной проволоки, как проволоку медную, а медь, как вы знаете, намного дороже. Так вот, меня не проведешь. Почему? Потому что я, физик в прошлом, знаю прекрасно, что эти два металла обладают различными свойствами. И в том числе медь хорошо проводит электричество, а сталь его проводит, но менее хорошо. Да? Да. Поэтому, если мы через обе этих проволоки пустим один и тот же ток, если мы их склеим последовательно, да, скрутим точнее, то проволока, которая больше сопротивляется электричеству, в данном случае сталь, нагреется сильнее, а медь, которая меньше сопротивляется электричеству, нагреется слабее. И просто потрогав руками один моток и второй моток, я смогу точно определить, какой из них медь, а какой из них сталь. Вот такой вот я эксперимент недавно проделал в хозяйственном магазине. Потом, естественно, был скандал, я взял книгу жалоб и предложений, пожаловался, предложил там что-то. А сейчас я вам покажу, как это выглядит в более наглядном виде. Итак, друзья, у меня здесь перед вами набор фрагментов проволоки. Вот эта часть из меди, эта часть из стали, эта часть снова из меди, эта часть снова из стали, эта часть из меди, эта часть из стали, эта часть опять из меди, это опять из стали, эта часть опять из меди, это опять из стали, потом это опять из меди, это опять из стали, это опять из меди, это опять из стали, это опять из меди, это опять из стали, а это опять из меди. Да. Или наоборот. Но суть не в этом. Главное, что проходя сквозь эти все отрезки, электрический ток будет нагревать тот фрагмент сильнее, который будет сопротивляться больше этому электрическому току. Как определить? Вот так, конечно, обжечься можно. Поэтому я придумал собственный способ, как определить, какой из отрезков насколько сильно нагрелся. Берем обыкновенные листочки. Вот я нарезал, по-моему, что это было? Это был какой-то документ аренда квартиры. Ну, что-то ненужное. Так вот, и, значит, аккуратненько вот так вот раскладываем каждый из листочков на свой отрезок проволоки. Естественно, проволоки будут нагреваться. Те проволоки, которые будут сильно нагреваться, будут, естественно, тут же коптить. Да, именно такой глагол я употреблю. Коптить вот эти мои бумажки. Они будут накаляться, проволоки. Бумажка будет чернеть, потом она загорится и правильно упадет вниз под силой тяжести. Ну, что я так сказал, как дурак? Тяжести. Мог бы нормально сказать. Сила тяжести, да. Вот это, кстати, бракованный кусочек. Значит, сила тяжести, друзья, потянет вниз эти лепесточки, и мы с вами определим, где какая находится проволока. Значит, еще раз. Медь имеет маленькое сопротивление, поэтому она не нагревается практически. А сталь будет сопротивляться сильной электричеству, нагреется, и именно с остальных отрезков первыми упадут мои лепестки пушного. Проверим? Легко. Как всегда, я с собой взял из дома сварочный аппарат. Подключаем клеммы сварочного аппарата к моему многосекционному прибору. И наблюдаем, что произойдет. Итак, пошел электрический ток, и начали дымиться. И начали дымиться, но не все, заметьте, начали дымиться бумажки, а только те, на которых нагрелась проволока сильнее. Конечно, остальная проволока тоже нагревается, и поэтому все бумажки рано или поздно упадут. Но мы с вами видим, что бумажки остались только на меди. Вот здесь медь была, а здесь рядом с ней была сталь. Медь, как вы понимаете, нагревается слабее, поэтому бумажки не облетают с нее позже. Ну что, друзья, вы все поняли, да? Все было элементарно, все было наглядно. Интересно, а будет ли такой же эффект, если я положу 50 рублей? Ну-ка, у меня такого эффекта практически нет. А, есть, не надо нам такой эффект. Никогда не повторяйте этого дома. Так вот, о чем я, собственно, хотел сказать? Да, я хотел закончить эффектно. Дело в том, что этот опыт позволяет нам безошибочно определить, где находится сталь, а где находится медь. Да. Но, как правило, есть еще один способ, банальный. Это просто медь, она желтая, а сталь, она такая серебристая. Но для меня этот способ не подходит, друзья, потому что я дальтоник. И с трудом определяю, где плюс, а где минус.